МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После гибели троих человек на Саяно-Шушенском водохранилище, где перевернулась аэролодка «Пирания», возбудили уголовное дело. Все произошло на реке Кантигир. Компания из семи человек находилась на двух суднах. Предположительно, они столкнулись. Четверо смогли доплыть до берега. Предварительно на одной из лодок находился почетный гражданин Аскизского района, коневод и владелец колбасного бизнеса Иван Мендебеков. Он остался жив. А в Назаровском районе пожилой рыбак погиб, спасая провалившегося под лед молодого человека на озере у деревни Сериуль. 64-летний пенсионер и 27-летний мужчина были незнакомы. Рыбачили неподалеку на тонком льду. Парень провалился. Пожилой мужчина смог его вытащить, но оступился и сам упал в воду. Его тело спустя день нашли спасатели. Для дороги Ветлужанки разработают проект. Мэрия готова потратить 86 миллионов рублей на подготовку всех документов для магистрали. От Елены Стасовой до улицы Становая. Там располагается сразу несколько СНТ. Судя по схеме, дорога пройдет недалеко от нового Гольфполя. Это в районе старой плодово-ягодной станции. После проектирования станет ясна протяженность магистрали и ее связь с существующими развязками. Хирурги БСМП научились проводить стентирование сосудов печени. Операцию делают пациентам с циррозом. Чаще всего тем, кто ждет пересадки органа. Ранее такую процедуру в Красноярске не проводили. Она относится к числу самых сложных рентгенхирургических вмешательств. В мировой практике есть случаи, когда после стентирования пациенты 20 лет могли жить и без пересадок. Во вторник, 8 ноября, красноярцы увидят Кровавую Луну. Это полное лунное затмение. Тень от Земли полностью накроет космическое тело. Астрономы обещают, процесс будет хорошо видно, начиная с 17.00, когда Луна будет возле линии горизонта. Затмение продлится почти до 7 вечера. Смотреть советуют с Востока.